Каждый человек знает, когда он уйдёт с этой плотности. Когда он уйдёт с этой плотности, его тело перестаёт считывать тот вибрационный слой, на котором он жил, на котором он был какое-то время, и переходит на другой вибрационный слой, который для него ещё непонятный. Непонятный почему? Потому что мозг его считать не может, это уже не для мозга. А что с ним происходит, он это себе объяснить не может, и вот это получается непонятной ситуацией. Причём его близкие, кто с ним близок, невероятно это родственники, это просто может близкий человек быть. Очень часто, что родственники не близки, а близки какие-то другие люди, сторонние, и они прямо как родные души. И вот тот человек, он тоже может считать, что он переходит на другие вибрации, но объяснить это себе мозгом не может. И стараются поэтому закрыть это, как бы убрать это знание. убрать это знание. И когда происходит с человеком уже смерть в общепринятом понимании, когда ты начинаешь из памяти доставать, думаешь, ну блин, ну вот это же было, ведь могла или мог вот это вот подумать, что скорее всего что-то не так, скорее всего что-то не то. Но вот куда ты всё время уходила, всё время куда-то что-то не давала додумать, догадать, дочувствовать. А ты не сможешь дочувствовать, потому что мозг работает на определённых вибрационных посылах, в которых мы находимся здесь. И когда ты изучаешь мозг, когда ты изучаешь тело, когда ты изучаешь всю свою лимфатическую и кровеносную систему, когда ты понимаешь, как работает мозг, то когда ты выходишь на другие вибрации, ты очень чётко понимаешь, что твоё тело на этих вибрациях будет себя вести, давайте назовём так, по-иному. Но чтобы тебе с ним справиться, с телом, которое будет вести себя по-иному, ты должен здесь его узнать и прочувствовать. Почему у определённых людей, которые осознали, у них моментально меняются зубы, волосы, фигура, которая им удобна, не которая красива в социуме, которая им удобна, волосы, которые им удобны, зубы, которые им удобны. И почему они меняются моментально? Потому что он считал своё тело, и здесь он говорит, мне нужно, ну это я так грубо говоря, мне нужно вот это и это. И он начинает переделываться. Это почему происходит? Потому что он здесь изучил своё тело. Но это не обязательно быть медиком. Почему я пошла в науку, чтобы вам объяснить, потому что я на экране, и чтобы мне вам больше вот это объяснить, чтобы вы понимали, как это происходит. Поэтому я пошла. И мне интересно. А вообще это в определённый момент ты начинаешь видеть. Ты не знаешь, что это такое, но ты видишь, что здесь, например, тёмное пиде. Но тебе нужно здесь с собой поработать. То есть ты не знаешь, что это печень, грубо говоря, называется, но ты знаешь, что с этим нужно поработать. И ты смотришь, куда пошла синенькая трубочка, куда пошла красненькая трубочка. Что нужно сделать? Ты можешь сидеть вот так, вот как некоторые говорят, сидит, смотрит в никуда. Он не может смотреть ни в никуда. Он может быть в другом мире, а может просто сидеть и чинить своё тело. Чинить так, насколько он это видит. Он видит, куда идёт. Так, это только сюда идёт, это сюда идёт. И он может сидеть просто и чинить своё тело. Он может выйти из этого тела и вне тела уже быть в другое. То есть в теле мы находимся в определённых плотностях. У нас в этом теле мы можем находиться до семи плотностей. Может быть, больше. Я же не всё знаю. Я сейчас могу, уже говорила, что я вообще в лёгкую, в четырёх плотностях нахожусь. Но я знаю, что можно там… Я знаю людей, которые там в семи находятся. Я просто этих знаю. Может быть, они знают, которые ещё в других плотностях больше находятся, которые можно находиться в этом физическом теле. Но я точно так же знаю и выходила и в те плотности, где можно быть вне тела. То есть всегда понимаете, что тело – это наш инструмент в этих плотностях, но и точно так же это наш заборчик, наше ограничение. Ребятки, всем привет! Это мой резервный канал. Здесь я выкладываю некоторые видео, но на вопросы я не отвечаю здесь, потому что даже их не читаю. Если вам нравятся мои видео, если вы их смотрите, то, конечно же, присоединяйтесь к моему основному каналу. Все ссылочки будут под этим видео. И, конечно же, на основном канале вы можете зайти в комментарии, задать мне любой вопрос. И тогда я его либо вам напишу, либо озвучу в каком-нибудь из своих видео. Также я приглашаю вас на свой канал в Телеграм, где вы можете пообщаться по теме автономии и просветления. Работайте с сознанием и не только. Со мной и с другими участниками. Нас уже, ребят, больше 10 тысяч. Я вас всех очень жду.